Приветствую вас! Давайте разберем ваш текст. Много читала про паранойю, что если человеку кажется, что за ним следят, то это паранойя. Тогда при меня появились вопросы, а разве не может оказаться так, что за человеком на самом деле кто-то следит какой-то целью. Например, мне кажется, за мной следит мой любовник с целью тотального контроля, например. Он со мной не живет, но порой ведет себя так, как будто читает мой дневник регулярно и как будто ослечивает мое местоположение по геолокации. Недавно был очень странный случай, но свой дневник всегда прячем, и мужчины подолгу у меня не бывает. Посидели немного, поговорили и в кровать, потом он уходит. И при мне найти и прочитать дневник не может. И вот как-то я полезу за дневником и прямо на нем лежит незнакомый мне предмет, который я никогда не видел. Я этот предмет и естественно не клала на дневник. Откуда он там взялся, если я его туда не клала? Значит, этот другой положил, и у меня крыша поехала. И мужчина вел себя так, как будто читал его. Но когда он мог читать, это вопрос. Вот и полезли в голову всякие мысли. Если он как-то за мной следит, молит помеченный контроль. И выходит, что здорового человека при любом на складе не возникнет подозрений, что за ним следят. И если он умудрился его прочитать, то зачем положил незнакомый мне предмет? А по факту он мог читать мой дневник только если сделал дубликацию моего ключа. Но если человек этим занимается, то возможно он сам болит. Ну допустим это у меня паранойя, но я думаю тогда все было бы чисто на уровне ощущений. Но в моем случае материальный пример, появившийся на моем дневнике. Неужели у меня до такой степени поехала крыша, что я спала в некое забвение, положила некую фигню и не помню об этом. Или спала в забвение и сама дала мужчине почитать свой дневник. Ну во-первых, вы говорите о многих вещах между собой не связанных. Например, вы говорите о страхе контроля в принципе, что не имеет отношения к паранойи, а говорит о вашей неуверенности в себе. Например, у недостаточно крепких, четких личных границ, в том числе с вашим мужчиной. Это первое. Второе. Паранойя сама по себе является заболеванием. И подтвердить или опровергнуть наличие его у вас может только врач, психотерапевт, клинический психолог или психиатр. Ну, психиатр или клинический психолог могут это сделать. Никто вам здесь в данном формате не скажет, паранойя у вас или нет. Это болезнь, это диагноз. Ваш странный случай, который вы описываете, скорее говорит о недоверии. Ну, об отсутствии доверия между вами и вашим мужчиной. Вот это скорее. И, на мой взгляд, с этой точки зрения смотреть нужно именно в направлении доверия, а не в направлении того, паранойя ли у вас или нет. Не в направлении того, как бы, правы вы в том, что подозреваете человека или нет. Ваши вопросы, откуда он взялся, если я его туда не клала? Кто-то другой положил или у меня крыша поехала? Выходит, и здоровый человек при любом раскладе не возникнет подозрений, что за ним следят. Я столь умудрился его прочитать, а зачем положил незнакомый мне предмет? Неужели у меня до такой крыши, до такой степени крыша поехала, что я впала в некое забвение, положила в некую фигню и не помню об этом, или дала почитать мужчине дневник? Ваши вопросы, кроме одного, не имеют смысла, потому что у нас нет на них ответа. Я могу вам только на один в данном случае вопрос ответить, а именно, что выходит у здорового человека при любом раскладе не возникнет подозрений, что за ним следят. Нет, это неверно. Это неверно. Могут возникнуть ощущения, что за ним следят. У абсолютно здорового человека могут возникнуть такие ощущения. Дело в том, что именно паранойя, это больше про то, чего нет. И повторюсь, выявить, если у вас паранойя или нет, может только врач. И врач же назначит вам лечение и так далее. Но даже в случае, если у вас действительно паранойя, у вас будет диагноз, вам назначит лечение, вам все равно необходима психотерапия. Также психотерапия вам необходима и в случае, если паранойи у вас нет, потому что то, что вы описываете, весьма и весьма деструктивные сценарии выстраивания отношений. Во-первых, мужчина-любовник, как бы то, что говорит о том, что это, судя по всему, не серьезные отношения. Ну вот, если человек, ну, как вы говорите, помешан на контроле, кстати, вот, как вам пришла мысль, как вам эта мысль пришла в голову, то вы, в принципе, выбираете таких мужчин, которые действительно могут вас контролировать. А это уже про ваше внутреннее определенное состояние, например, состояние жертвы, то есть недоверие себе и, соответственно, это все нужно корректировать. То есть психотерапия здесь вам нужна в любом случае. Ну вот, вот и все. А вопросы, касающиеся, ну, вот те вопросы, которые вы задаете, они на самом деле просто в небо, в молоко, потому что на них ответа у нас нет и, в принципе, быть не может. Вот. И с точки зрения психологии, если вы, ну, как бы, хотите снизить, да, напряжение, то вам нужно разбираться в себе, в первую очередь. Вам нужно разбираться в себе, вера, и тогда, я думаю, ситуация будет, ну, в какой-то степени нормализовываться. Вот. Понимаете, да? Вот и все. Как бы, я хотел у вас уточнить, вы именно к психологу обращаетесь здесь или к кому, потому что ваши вопросы, они не совсем, как бы, к психологу, потому что мы не знаем, что вы делали и так далее. Одно могу сказать точно, что камеры, которые вы установили или еще какие-то средства, вам не помогут, в принципе, более, больше доверять. Потому что доверие выстраивается не на том, что я постоянно убеждаюсь в том, что человек, ну, например, не преследует, там, цели, там, меня контролировать и так далее. Вот. А это на внутреннем состоянии, как бы, больше завязано. Следующий момент. Он будет довольно деликатным. И, как мне кажется, я здесь, здесь вполне себе рискую, ну, навлечь на себя, скажем так, ваше недовольство. Ведение дневника. Безусловно, я не против того, что вы ведете дневник. Ну, хотите вы все его ведите. Безусловно, это ваша личная жизнь, это ваша личная сфера, куда и куда, по идее, ну, нет доступа никому, кроме вас. Это логично. И это не обсуждается. Сразу, на всякий случай, хочу, вот, ну, предупредить вас об этом, о том, что я прекрасно этот аспект понимаю. И уважняю. И, на всякий случай, хочу предупредить вас о том, что прекрасно, как бы, понимаю и уважняю вас желание вести дневник и, соответственно, нежелание того, чтобы его кто-то читал. Но, мой вопрос заключается, скорее, в том, да, не слишком ли, по вашему мнению, вы можете придавать дневнику, не слишком ли вы боитесь, что мужчина его прочитает? А, может быть, вы пишете в дневнике что-то, что вы скрываете, допустим, от мужчины и от себя. Что было бы, если бы вы не скрывали в дневнике то, что на самом деле, может быть, вам хочется, чтобы это было более реально. То есть, понимаете, такое ощущение, что здесь вы еще говорите и про стыд. Про стыд. Что мне стыдно, что кто-то прочитал мой дневник. Я повторюсь, это не означает тот факт, что никто не имеет права читать ваш дневник. Никто не имеет. Это не означает тот факт, что вы не можете иметь свое личное пространство и не можете иметь дневник, куда вы записываете все, что вы думаете. Нет. Все это имеет место быть. Я говорю здесь о некой такой скорее другой как бы стороне. То есть, не может ли быть так, что дневник для вас слишком важен? Не может ли быть так, что вы слишком переживаете, что мужчина его прочитал? И не означает ли факт того, что вы не хотите, чтобы кто-то читал ваш дневник, что вы много в себе держите? Много достаточно. В себе скрываете. Много достаточно. Ну, как бы не говорите, да, не выражайте из того, что вот как бы вам хотелось бы. Понимаете, да? Я вот об этом скорее здесь пытаюсь сказать. И хочу, чтобы вы подумали об этом. Хочу, чтобы вы поразмыслили об этом. Не про ваши диагнозы или отсутствие ваших диагнозов, а именно об этих вещах. Если у вас подозрение на паранойю. Ну, допустим. 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 У вас есть подозрение на паранойю, к примеру. Обратитесь к врачу. Обратитесь к врачу, пусть он вас осмотрит, сделает свое заключение, будете знать наверняка. Вот. Если сомневаетесь, сходите к нескольким врачам, потом, ну, как бы, сопоставите там, как бы несколько заключений. Вот. А у меня скорее вызывает вопрос следующее, почему вы себе не доверяете. Ну, то есть, вы видите, вы видите, что человек может за вами следить, если человек может нарушать ваше личное пространство. Допустим. Вы это видите. Не важно сейчас, насколько это объективно, не объективно, ошибаетесь вы, не ошибаетесь, не имеет значения. Вы это видите. И почему-то, вместо того, чтобы признать, что это так, и действовать, действовать, как бы опираясь вот на ваше восприятие, вы начинаете читать про паранойю. То есть, ну, как бы, есть ощущение, что себе вы, себе вы просто не доверяете. И, как, как, как я и сказал, что это не про паранойю больше. Как я и сказал, дело здесь не в паранойи. Дело здесь именно в вашем недоверии к себе. Дело здесь в том, как вы относитесь к себе. Дело здесь в том, как вы воспринимаете себя. Дело здесь именно в этом. И если вы, например, допустим, если вы, допустим, себя обесцениваете как-то, если вы себе не доверяете как-то, то есть куда серьезнее наличие у вас, допустим, этого, ну, гипотетического заболевания. Да? А может быть, это гипотетическое заболевание и появилось в результате того, что вы себе не доверяете. Не знаю, в курсе вы или нет, вы читали про паранойю, но паранойя развивается тогда, когда человека постоянно пытаются убедить в том, что его подозрения без почек. Почти всегда, почти всегда, какие-то, скажем так, подозрения возникают не на ровном месте. Почти всегда, почти всегда. Да, они могут быть гораздо менее, ну, они могут быть гораздо менее важны, они могут быть гораздо менее значимыми, чем, как бы, вы могли бы на это реагировать. Понимаете? Они могли бы эти, 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 подозрения, они, как правило, куда менее масштабны. Вот. Но если их игнорировать, то это может как раз и привести к развитию парановой. Вот. И, напротив, этого бы не произошло, если бы человек сразу бы поверил в себе, поверил в то, что да, я это вижу, да, я в этом не уверен, но для меня это так. Ты не сделал ничего, чтобы доказать мне, или хотя бы показать мне, что это не так. Плюс, как бы, мои некоторые мысли по поводу тебя, всё это складывается в определённую картину. И не важно, права я или нет. Понимаете? То есть, я хочу сказать, что вот есть такой порочный, как бы, круг-круг небольшой. Ну, параноик. Да, порочный круг параноик. Когда он сам сомневается, сам не готов, не готов принять какое-то своё видение, подвергая сомнению, ища доказательства, вместо этого просто признать, что вот это так и взять ответственность. Повторюсь, сюда примешивается довольно серьёзно то, что вы боитесь контроля. Человек боится контроля, на мой взгляд, не просто так. Никогда просто так страха контроля не возникает, только если я не уверен в себе, только если проблема свободы для меня имеет какое-то, опять же, более ярко выраженное значение. Только тогда я боюсь контроля. То есть, чтобы, условно говоря, чтобы бояться контроля, мне нужно сначала придавать большое значение свободе. Как бы думать о ней. Да? Вот. А ведь я не замечаю, как я прихожу к тому, чтобы думать о свободе больше. Те люди, которые уверены в себе, не боятся потерять свободу и не думают о ней. О свободе и, соответственно, контролю думают те, кто её боятся потерять. А если боятся, может быть хотят. Понимаете, может быть хотят, но как-то вот себе запрещают. Тем самым, лишая себя определённого внутреннего ресурса. Понимаете? То есть, стремиться, допустим, к свободе через, ну, через контроль контроля. Вот такая патология получается. Ну, это не стремление к свободе. Это не приближает вас к свободе. Это просто создаёт иллюзию того, что вы свободны и всё, а не более того. У свободного человека свободу нельзя обобрать. Так что здесь вот несколько таких имеет место быть, как мне кажется, важных моментов. Надеюсь, у меня получилось показать вам, что дело здесь совсем не в... Паранойя. Надеюсь, я смог показать вам, что дело немножечко в другом. Надеюсь, у меня получилось показать вам, что наличие или отсутствие у вас, ну, вот, так скажем, склонности там или наличия, да, паранойи, не является главным. Что проблема, она в другом, она более глобальна. И если вы там, к примеру, подтвердите или опровергните факт того, что, например, у вас, ну, скажем так, есть или нет паранойи, вот, то вашу проблему это не решит. Это не решит проблему выбора, например, вами, мужчины. Это не решит проблему того, как вы выстраиваете отношения с, ну, вот, с мужчиной, да, вот. Это не решит проблему личных границ, которые, вот, ну, у вас, скорее всего, имеют место быть, опять же, и так далее. То есть вот на это, пожалуйста, постарайтесь обратить свое внимание, потому что это, да, является ключевым моментом. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, там, позволит вам начать работу над собой, сформировать базовые постулаты для психотерапии. И желаю вам всего самого доброго и удачи.